Более 300 люберецких школьников из 23 образовательных учреждений задействованы в трудовых бригадах летом 2017 года. Об этом журналистам рассказал глава округа Владимир Ружицкий во время своего визита в Тамеринскую среднюю общеобразовательную школу номер 14. Когда-то мы тоже работали в трудовых бригадах, рассказывает современным школьникам о своей юности глава округа Владимир Ружицкий. Инициативу молодежи помогать школе во время летних каникул он поддерживает, ведь труд развивает и объединяет. Ну это традиция же, и эта традиция тянется, я думаю, еще и с советских времен. Я был школьником, у нас всегда были бригады, где-то мы работали. Я помню, с 4 класса мы где-то работали, это было после того, как мы приходили после каникул в школу, каждый пытался прихвастнуть, где же он работал, сколько заработал. Это было всегда достойно. В этой школе трудовые бригады существуют не один десяток лет. В июне и в июле, 5 дней в неделю, порядка 20 ребят в 9 утра выходят на работу, чтобы привести территорию школы в порядок, убраться в библиотеке, помочь с ремонтом. Убираю территорию, окучиваю деревья, убираю от разных обломков деревьев после урагана и так далее. Ребятам нравится разделение труда обязательно есть. В основном мальчики работают на территории школы, девочки занимаются книгами, облагораживают растения в кабинетах. В этом году трудовые бригады для детей 14 до 18 лет созданы в 23 любрецких школах. Всего в них заняты 365 ребят, а на зарплаты юным трудящимся выделено около полутора миллиона рублей. Многие из них уже решили, как потратить деньги, заработанные своими руками. Кто-то купит новые кроссовки, кто-то добавит их к путевке на море, а кто-то поможет родителям. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.